Продолжаем выпуск. В рамках рабочего визита в семей депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Досин Газамусин встретился с депутатами городского Маслихата. Обсудив с народными избранниками вопросы взаимодействия между всеми уровнями представительной власти, сенатор посетил культурно-спортивный комплекс Абай-Арена. Ознакомившись с ходом строительства объекта, он дал положительную оценку проводимым работам и подчеркнул важность завершения строительства в назначенные сроки. Важным моментом в законотворческой деятельности сенаторов является взаимодействие с депутатами Маслихатов разных уровней. Ведь именно народные избранники представительных органов знают об актуальных проблемах граждан и тесно сотрудничают с общественностью на местах. Кроме того, депутатами ведется контроль по качественной реализации государственных программ и проектов, направленных на улучшение жизни казахстанцев. Встретившись с депутатами Маслихата, мы обсудили вопросы взаимодействия в плане законотворческой работы. Мы все должны учитывать мнение народа и при подготовке тех или иных законов брать во внимание предложения народных избранников местных представительных органов. В рамках визита в семье сенатор Дюсингазы Мусин побывал на строительной площадке культурно-спортивного комплекса «Абай-Арена». Ознакомившись с объектом, Дюсингазы Мусин дал положительную оценку по объему выполненных работ и отметил, что жители региона с нетерпением ждут завершения строительства. Мы сейчас находимся на крупном объекте «Абай-Арена», который должен стать гордостью города. Мы рады, что здесь ведется активное строительство. В следующем году мы будем отмечать 175-летие Абая Кунанбаева. И перед юбилеем ведется большая работа. Это все плоды нашей независимости. Мы рады, что у нас развивается строительная индустрия. Надеемся, что к концу года определенная часть работ завершится. Это будет хорошим подарком для семьячан. Я уверен, что это даст импульс развитию спорта и укреплению здоровья населения. Сейчас возведение уникальной арены завершено на 85%. Сегодня ведутся отделочные работы в детском развлекательном зале. Определенная работа проводится и по строительству бассейна. Также основные силы подрядной организации задействованы в строительстве зала на 5000 мест. На сегодняшний день у нас три блока находятся на стадии завершения. По третьему блоку у нас идет чистовая отделка. По второму блоку тоже идет чистовая отделка. На первом блоке, на центральном блоке, идет отделка и завершение полов, плиты под паркет. Я думаю, что в следующем месяце мы уже выйдем на чистовую отделку. И к определенному сроку, который должен быть завершен этот объект. Напомним, что общая стоимость проекта 26,7 миллиарда тенге. При этом в состав комплекса будут входить и парковая зона, а также светомузыкальный фонтан. На данный момент строительство идет согласно графику. А уже в сентябре будет проводиться пробный запуск. Фонтан, я думаю, что в сентябре мы его подготовим, к завершению, к концу сентября он будет готов. Я думаю, воду наливать будем. Это будет светомузыкальный фонтан, это будет фонтан и вокруг него пруд. На фонтане будут стационарные эти фонтаны, а вокруг, в пруду будут эти плавающие фонтаны. Это будет, в принципе, я думаю, красиво. Отметим, что в культурно-спортивном комплексе предусматривается строительство скейт-парка для детей, футбольного поля, а также прогулочных площадок для посетителей. На сегодняшний день в строительстве культурно-спортивного комплекса задействовано порядка 500 человек.